Дорогие друзья, мы продолжаем урок рисования. И помните, я вам говорила в предыдущих уроках, что нужно экспериментировать, понимать, как смешиваются краски, как вообще все это создает вот эти эффекты, чтобы понять, с каким, например, растворителем вам работать легче всего. И, кроме того, не забываем, что если вы работаете, например, с детьми, то вам нужны безопасные растворители, которые бы не испарялись, которые бы не давали какие-то запахи. И даже при попадании на кожу ребенка они создавали, ну, были бы безопасными, то есть их легко смывать. Так вот, один из таких довольно популярных и дешевых растворителей является клей ПВА. Вот, он может быть в разных, в разных, так сказать, под разными названиями. И, собственно говоря, сегодня вот я решила показать вам, как реагируют одни и те же краски на разные растворители. Также мы добавим немножко силикона. Мы добавим силикона в виде спрея, хотя можно добавлять в виде капель. Но мы, собственно говоря, вот с такими уроками я сама изучаю, плюс я вам, как бы, подсказываю идеи. Вот это клей ПВА наполовину с водой, дистиллированной водой. Хотя можно брать бутылочный, можно брать из-под крана. Лучше все-таки брать какую-то нейтральную воду, очищенную, потому что наличие различных солей, ионов, может быть, может дать совершенно разный эффект. И вот это половина ПВА и половина, значит, обычной воды. Итак, для другой растворитель, который я возьму, это обычный вот этот DecoArt Pouring Medium. Он очень популярный и он недорогой, поэтому мы можем попробовать его. Для красок я возьму три контрастные краски. Белая, вот, бланка, черную, и возьму красную, потому что контрастный, чтобы лучше вы видели. В качестве полотна я использую очень дешевые рамки. Вот я защитила от, так сказать, ну, чтобы не запачкать, потому что, в принципе, такие рамки можно ложить. Это слишком маленькие, у меня есть большие, вот, типа, вот так потом. Но это учебный материал, и это не самое лучшее качество полотно. Оно нехорошо натянуто, но мне не жалко. И, с другой стороны, я иногда подкладываю, но, видите, сразу же выпирает. Поэтому я решила использовать решеточку, чтобы, ну, краски растекались равномерно. Итак, я готовлю, сейчас я размешаю быстро краски с растворителем. Значит, у меня есть шесть чашечек. И все эти шесть чашечек мы положим одинаковое количество краски и растворителя. Значит, сколько нужно краски и растворителя? Обычно одну часть краски и от одной до двух частей растворителя, если это жидкие. Это жидкие краски, поэтому, как бы, на них нужно чуть больше растворить. Они такие концентрированные. Также есть краски, концентрированные, например, чернила. Там вообще нужно, например, на одну часть чернил девять частей растворителя. Вот. Кстати, вот эта лента очень удобная. Она не портит ткань. Она хорошо прикрывает и не портит ткань, за что мне очень нравится. Так. Если слишком жидкие краски получаются, нет, как раз нормальная консистенция, что неплохо. И я буду использовать одну и ту же технику. К счастью, у нас нет пузырьков практически, если не слишком сильно взбалтывать. И я не буду добавлять на этот раз, ну, как бы, алкоголь, чтобы получить желанную, чтобы убрать пузырьки. Потому что, опять же, я буду использовать тепло. Мы посмотрим, как проявляются, значит, эти клетки, cells или ячейки. Я не знаю, как правильно называют их в русскоязычном варианте. Но, в принципе, вот такие вот у нас яркие будут. И белая краска, значит, чтобы мы просто видели контраст. Когда вы работаете с контрастом, вам проще видеть, как краски ложатся и как они меняются. А теперь я растворю краски вот этим. Значит, три следующие у нас будут. Для третьего следующего. Вот, медиум. Фактически, вот это ПВА, вот этот риск чуть-чуть отличается по тональности, чуточку. Но, поскольку и ПВА, и растворитель становятся прозрачными, то в итоге мы получаем, ну, картину уже, ну, практически идентичный цвет. Однако, вы должны знать, что когда вы работаете с красками, вот у вас на полотне получается одно, яркость как бы и резкость лучше. А когда полотно подсыхает, все краски подсыхают, все-таки в реальности вы получаете более, более такую, ну, как бы темную, не такую яркую. Именно поэтому, именно поэтому мы пользуемся лаками или эпоксидной смолой, как завершающий этап работы над картиной. То есть, ее приведение, ее порядок, не то что порядок, в состоянии, ну, когда ее можно выставить где-то на выставке или продать. Ну, по крайней мере, защищает от пыли и повреждений. Вот, фактически, три раствора, по три у нас готово. Я буду использовать обычный, вот, значит, flip card cup, то есть перевернутая чаша. И теперь уже нужно одеть перчатки. И, в принципе, если вы добавляете слишком много силикона, особенно если это в растворе, то краска может отслаиваться от полотна и практически могут оголяться места, то есть, особенно, когда подсыхает. И, конечно же, когда вы потом обрабатываете конечный вариант своего полотна, обязательно необходимо вытереть лишний силикон на поверхности, потому что поверхность будет иметь вот эти пятна силикона, они будут видны. Поэтому до того, как наложить лак, например, нужно убирать лишнее то, что... В частности, лишний силикон, лишнее масло. От этого картина не повреждается. Как это убирать, что мы делаем, я расскажу, ну, в другой раз, как бы покажу. Ну, что ж, теперь мы берем и пробуем, пробуем. Да, чем недостаток, скажем, тех же красок с ПВА? Когда все-таки пузырьки мелкие возникают, если осторожно их убираешь, то есть, если не появляется их, нужно убирать, и нельзя сильно, ну, как бы мешать, можно добавлять алкоголь. Но сегодня алкоголь добавлять не буду, то есть, моя задача, это, в принципе, проэкспериментировать. И я, например, начну, вот, белые. Немножко черные. Это я делаю с ПВА. И красные. Опять можно немножко белые. Вот уже, видите, формируются, конечно, клеточки. Целс. Но посмотрим, как они будут на полотне. И можно еще немножечко красные. Так, это одна чашка готова. Я сью, пока что не трогаю. Здесь я делаю то же самое. Я добавляю белые. Так, размешаем. Кстати, о силиконе мы поговорим. Вот смотрите, как интересная реакция идет. Белые. Теперь красные. Так мы работали, правильно? Я хочу просто, чтобы у нас получился более-менее один и тот же эффект. Вот. Красные. Можно делать гуще на ПВА. Но, в принципе, вот немножко разница. Здесь пошла реакция. А здесь реакция еще не пошла. Значит, что я делаю? Я, в принципе, сильно не размешиваю. Получились довольно жидкие у нас краски. И я делаю на флип. Переворачиваю. Пока что не открываю. Здесь я тоже делаю. Так, и переворачиваю. Пока что не открываю. Итак, здесь у нас ПВА. Здесь у нас, значит, вот такой... Эти все краски, чтобы не мешали мне, я поставлю сюда. Их можно потом воспользоваться ими. Итак, открываем первую часть. Немножко подвину, чтобы не мешало. Вот, открываем, значит, ПВА. Вот какая интересная реакция у нас пошла. Довольно жидкая. И вот сразу проявляется, видите, то есть и на ПВА, и на... И на ПВА, и на... Растворители у нас немножко жидковатый получилось, но ничего. Все равно видим, что формирование клеток происходит. То есть, так или иначе, формирование клеток происходит. Что супер. Значит, здесь нам нужно немножечко прикрыть. Разные специалисты считают, что можно работать как бы... Можно с разными техниками, то есть, имеется в виду, сливать. Слишком жидко делать, слишком нежидкое. Вот эти у нас получилось слишком жидкие. Ну, ничего. Главное, здесь вариант просто, как работает именно силикон, и можно ли получить с помощью просто ПВА красивые такие, ну, как бы узоры. Теперь мы открываем эту. Здесь, видите, произошло больше смешивания красок. Потому что вода и ПВА, собственно говоря, дают нам смешивание красок. И поэтому... Кстати, очень интересная техника, например, как не перелить за края. Вот можно вот так взять. Вот. Не слишком сильно. Теперь вот тут. Идем сюда. Идем сюда. Вот. Потом идем сюда. Углы сначала. И на этот угол. Вот. Теперь можно, как говорится... Вот. Немножко другая реакция. И вот смотрите. Если на ПВА реакции силикон дал сразу, здесь вот эти клеточки, они только начинают открываться. Вот вроде бы я все закрыла. Сейчас повторю, что это не самое лучшее полотно. Оно немножко прогибается. Тем не менее, наш вариант это посмотреть, как реагируют два разных медиума. Два разных медиума. Все-таки это полотно больше прогибается. Поэтому мне с ним труднее работать. Вот. Посмотрим, что из этого выйдет. Мы можем повторить еще раз. Видите, оно стекает вниз, потому что мне не нравится, что это полотно не натянуто. Но мне интересна сама реакция. То есть реакция. И вот все-таки реакция и с растворителями силиконом. И теперь немножко... Мы попробуем немножко подогреть, чтобы появились... Появляется у нас здесь и там. Здесь отлично. Видите, как все получается. Даже тут много работать не нужно. Посмотрите, какой красивый вариант. То есть все-таки, когда ты работаешь с растворителями, вариант получается лучше. Немножечко подогрею, чтобы... В зависимости от того, как много вы хотите клеток. Собственно говоря, вот это два эксперимента. ПВА и... И вот обычный растворитель. Разница большая, конечно. Вот. Разница большая. Это я сейчас поправлю. Видите, все равно нужно подправлять. Потому что мне не нравится, как это все... И проблема в том, что здесь есть провал. Вот это как раз минус тех дешевых картинок, которые, возможно, не совсем удачный пример получился. Но я вам просто показываю, насколько нельзя работать как раз с дешевым материалом. Потому что в итоге у нас получается не совсем удачный, пробелы, так сказать. И даже если мы зальем эпоксидкой, все равно они будут видны. Поэтому вот это нужно лишнее убрать. Вот. Вот это лишнее убрать. Сейчас мы... Теперь что у нас получилось с этим полотном. Смотрите, сами. В принципе, неплохо получилось. Вот. То есть, есть разница растворителя и, в принципе, и ПВА. ПОДПИСЫВАЮТСЯ Субтитры создавал DimaTorzok ПОДПИСЫВАЮТСЯ Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...